Дмитрий Мазуров Глава первая Вот и настал тот момент, когда я вступил на территорию Академии Магии. Одна из моих промежуточных целей выполнена. Да, я еще официально не поступил, но это не важно. В себе я не сомневаюсь. Так что это лишь вопрос времени, и мое обучение магии продолжится. Возможно, лучше было бы остаться с моим бессмертным учителем, но, увы, и лучше уж так, чем не обучаться вовсе. Да и уши, честно говоря, были свои недостатки. Но нет у нее таланта к преподаванию. О самых базовых знаниях она уже давно забыла, ведь зачем такое бессмертной? Но она сделала меня сильнее, и за это я ей благодарен, и останавливаться на достигнутом не собираюсь. «Кас, я уж думал, ты там застрянешь», — хохотнув, хлопнул мне по плечу Альберт. «Да так, небольшая заминка вышла», — улыбнулся я, отвлекаясь от своих мыслей. «Что дальше? Куда идем?» «Вон в то здание», — указующе кивнул он. «Говорят, там будет проходить основной экзамен для поступления». «Экзамен? Я раньше про это ничего не слышал». «А, не волнуйся», — отмахнулся он. «Скорее всего, проверят базовые способности, чтобы не пускать совсем уж бездарей. Увы, но даже дворянский герб не означает, что ты можешь здесь учиться. Некоторые рода начинают вырождаться, и среди них рождаются либо слабосилки, либо совсем не владеющие магией. Брррр!» «И они все равно пытаются пропихнуть таких в Академию?» Удивленно приподнял бровь. «Представляешь?» «Да!» «Надеются, что их магия пробудится тут, среди других магов. Кому-то даже везло, и это правда происходило. Они ведь не дураки, зря рисковать не стали бы». «Понимаю», — кивнул, когда мы миновали очередную дверь и замер на месте. «Эм, разве очередь перед нами не была меньше?» А удивило меня то, что в комнате, в которую мы вошли, было куда больше пятидесяти человек, минимум под сотню, и все примерно нашего возраста. Все они расселись по залу, уже давно забыв об очереди, скучковавшись группками и болтая своем. «А, это!» — пыркнул Ал. «Не обращай внимания. Торопышки, как мы их называем. Кому-то прям совсем не в моготу стоять вместе со всеми в очереди, так что они платят, ну, очень приличные деньги за то, чтобы избежать этой необходимости. Ну, а в Академии недураки и соглашаются на такое предложение. Говорят, цена доходит практически до годовой оплаты обучения». «Ничего себе!» — тихо присвистнул я. «Расточительно!» «Еще бы!» «Я тоже решил не тратиться так. Тем более, что отправить слуг, занять очередь намного дешевле. Деньги счет любят, а не транжирство», — подмигнул он мне. «Правда, далеко не все тут платили, есть и исключения. И это одна из причин, почему мне пришлось поступать именно в текущем году, а не отложить это дело из-за новых обстоятельств. Такой шанс выпускать было просто нельзя. Так уж сложилось, что именно данный выпуск будет изобиловать наследниками сильнейших кланов королевства. Не знаю, специально ли они так задумали или на все воля богов, но это факт. Большинство будущих глав кланов оказались погодками». «Хм, интересно, но проблемно», — почесал свой подбородок. «Ты прав, но в то же время невероятно перспективно. Вон, видишь?» — кивнул он на высокого парня с розовыми волосами. «О них-то наверняка слышал. Чарльз Пи, из рода, владеющего розовым пламенем. Связываться с ним не советую, или тебе может настать настоящий пи...» «И про волосы тоже ничего не спрашивай. Не знаю, настоящий ли это их цвет волос или специально красят, чтобы провоцировать соперников, но с теми, кто об этом говорил, ничего хорошего не происходило». «Учту», — объел я взглядом представленного парня. Чарльз Пи, ранг адепт 3, состояние, раздражение, стихия, розовый огонь. «А ведь учитель мне рассказывал о его роде. Спыльчивые и мстительные. Вот главные характеристики его рода. Пожалуй, и правду, не стоит его злить понапрасну». «Говорят, в этом году поступает наследник королевского рода», — прошептал Ал. «Интересно, где он?» «Увы, не вижу. Возможно, поступил умнее и скрылся под личиной. Могу его понять. Не зря в этом году столь многие решили раскошелиться и именовать очередь. Надеялись встретиться с принцем и первыми попытаться попасть в его круг общения. Не судьба. Впрочем, я так и думал». «Говорят, принц парень неглупый». «Могу его понять», — кивнул я. «Но даже принц меркнет по сравнению с Алой Розой клана Вирта. Сама Агни Флейм почтит нас своим вниманием». «Она настолько популярна?» — удивленно спросил я. «Еще бы!» — фыркнул он, посмотрев на меня, как на дурачка. «Не буду даже говорить про ее клан, но вот ее красота известна по всему королевству. Она всего пару раз посещала столицу, но оставила после себя неизгладимое впечатление. Многие считают ее первой красавицей королевства, а ведь в последнее посещение она была моложе. Сейчас же ее красота наверняка еще сильнее расцвела. О, а вот и она!» Парень уставился на сверкнувшую алыми волосами мою знакомую. Она стояла в окружении нескольких парней и недовольно кривилась, осматривая зал в поисках чего-то или кого-то. Девушка и вправду производила впечатление, и ведь была одета даже не в платье, а просто в свой излюбленный охотничий костюм. Но, несмотря на это, ее красоту не заметить было сложно. Я бы даже сказал, что костюм только подчеркивал все необходимое, выделяя на фоне остальных однотипных девушек. Мой товарищ в итоге все же оказался сражен ее красотой. Мне пришлось резко перехватить Алла за руку, так как он явно спешил познакомиться с ней поближе. Не стоит. Ее и так окружила толпа, прилипал. Вряд ли она будет рада еще большему вниманию. Встал я так, чтобы Альберт заслонил меня от девушки, оттягивая неизбежное. Хм, ты прав. Как-то это некрасиво получается. Надо будет найти другой способ знакомства, более оригинальный, да, чтобы она наверняка меня заметила и запомнила. Но ты видел, видел? Я еще не встречал никого красивее ее. Ты же говорил, что у тебя сестра красавица, как их поискать, мыкнул я. Это да, но там немного другое. Она привлекательна своей миловидностью. Тут же сногшибательная девушка, пленяющая своей красотой. Да, тут ты попал в самую точку, сногшибательная, в прямом смысле этого слова. Прикрыв глаза, вспомнил наше сражение. Не успел Алмне даже ответить, как был отодвинут в сторону одной тоненькой, но очень сильной ручкой. Перед моим лицом предстала она, сверкающая торжествующим взором. Так и знала, что это ты. Как только увидела твою сверкнувшую белую шевелюру, радостно оскалилась она. И тебе привет, Агния. Тяжело выдохнул я, смиряясь с неизбежным. Я думал, ты останешься дома, продолжишь обучение. Я и продолжу, но уже тут. Мы с тетей решили, что как раз пора мне выпорхнуть из гнезда. Да и я узнала, что ты тоже решил поступить. Так и знал, что надо было выбирать другую академию, вновь вздохнул я. Переводы между академиями тоже возможны, если очень сильно попросить. Продолжала ухмыляться она своими красивыми алыми губками. И не надейся сбежать. Я подумала над твоими словами и решила не менять своего обещания. Ты станешь моим мужем. Все, это конец, вдруг отчетливо понял я. Мы ведь были не одни, нас окружали десятки аристократов, с интересом, смотрящие в нашу сторону. Плакала моя спокойная учеба, а ведь не хотел выделяться. Думал, спокойненько отучусь, вытащив отсюда все возможные знания и тут на тебе огни. Маленький огонек, что запалит такой пожар, который я могу и не выдержать. Я трезво оцениваю свои силы и понимаю, что такое просто так не оставят. Наверняка уже многие кланы выстроили свои планы на эту девушку и не собираются от них отказываться из-за помехи вроде меня, а я пока не настолько силен, чтобы тягаться с ними. Не говоря уже о том, что жениться я и не собирался, хоть она и прекрасна, тут не могу соврать самому себе. Кас, вдруг отмер Ал, протянув мое имя со странной интонации. Что это значит? Ну, она однажды дала мне детское глупое обещание и теперь хочет его исполнить. Но подумаешь, я ее разок победил, что теперь жениться из-за этого? Таким образом у меня гарем со временем появится, пожалуй, откажусь от такой радости. А-а-а, завис Альберт. И не надейся отмазаться, неважно, в каком возрасте я дала свое слово, но я его сдержу. Эм, слушай. Вдруг мне в голову пришла интересная мысль, и я тут же выставил перед собой Алла. Ты лучше познакомься с моим другом. Альберт Конте, сильный маг и наследник рода. Погоди немного, и он сможет победить тебя. Конте? Да, припоминаю таких. Побочная ветвь, давно отделившаяся от клана. Слабаки. Не интересует. Как отрезала Агни. На Альберта стало жалко смотреть, когда такое произнесла столь красивая девушка. Он адепт, как и я. Надавил я взглядом, пытаясь скрыть свой козырь. А скоро станет еще сильнее. Дело не только в силе. Я так решила, и не откажусь от этого решения. Все же поняла она и не стала меня сдавать. Эх, уже плевать. Обреченно вздохнул я, осматривая окружающих нас людей. После твоих слов мне все равно не жить. Толпой навалится, но прикончит. А, об этом не волнуйся. Я активировала артефакт, что отсекает все звуки. Нас никто не слышал. И по губам прочесть нельзя. Видимость тоже искажается. Твоего товарища зацепило лишь случайно. Слишком близко он оказался. Эм, спасибо. От услышанного мое настроение сразу же пошло вверх. Это все меняет. Ладно, давай тогда заключим сделку. Понимаю, что сразу же не откажешься от своего решения. Так что, если ты не будешь больше публично говорить о женитьбе, то я не буду пытаться сбежать отсюда подальше. Просто будем учиться, а там, по ходу дела, все и решится. Мы ведь еще слишком мало знакомы. Может, ты найдешь за это время во мне какие-то черты, что тебя категорически не устроит. Идет? Хм, идет. Задумавшись ненадолго, все же кивнула она. И Алл, повернул я на него свои сверкнувшие золотом глаза. Никому ни слова, даже твоему отцу. Я не хочу, чтобы эта информация распространилась. Хорошо? Тут же согласился он. Только при одном условии. Ты расскажешь мне всю правду, что этому предшествовало. Я ведь спать не смогу, не узнав об этом. Идиот, принял я его предложение. А теперь, Агни, давай разойдемся на время, пока твои фанаты не прожгли меня глазами. А? — обернулась она, увидев ту группу парней, что крутилась возле нее ранее. Даже не знаю, кто это. Я в тот момент тебя высматривала. Вроде они что-то говорили и представлялись, но я не запомнила. Слабаки. И все же не стоит привлекать лишнее внимание. Я его не люблю. Как скажешь. Она достала небольшой камушек и, пустив в него магию, наконец покинула наше общество. Ее моментально обступили эти парни, наперебой что-то спрашивая, но девушка, фыркнув, удалилась, обращая на них внимания не больше, чем на надоедливых мух. Каас! — протянул Алл с нетерпением, смотря на меня. Потом, все потом. Сейчас слишком много вокруг любопытных глаз и ушей, отмахнулся от него. Несмотря на это представление, подходить к нам и задавать вопросы никто не стал. Только осматривали оценивающими взглядами. Видимо, не зная, из какого я рода, решили не рисковать преждевременно. Разумно. Я и не заметил, как народ в комнате стал быстро убывать. Нас вызывали по номеркам, что выдавали на входе. Причем убывал народ куда быстрее, чем прибывал. Странно. Ведь за нами тянулась огромная очередь, и поток новоприбывших должен был быть нескончаемым. Может, были разные помещения? Возможно, но неважно. Вскоре был вызван Конто, а потом и я. Дверь, еще один небольшой коридорчик, и вот я уже стою в просторной комнате, а напротив меня за столом сидят три человека. Три мага. И сильнее всего меня впечатлил сидящий по центру старичок с длинной седой бородой. Неизвестно. Ранг – ищущий, восемь. Состояние – интерес. Стихия – ветер. Не ожидал увидеть здесь столь сильного мага. Сидящие же рядом мужчины были на пару рангов ниже и не вызывали такого ощущения, хоть магистры – это тоже весьма сильно. А старик силен, хоть и выглядит совершенно безобидно. От него даже магии не чувствовалось, не то что опасности. Вот только связываться я бы с таким не стал, даже не видя его истинный ранг. Моя интуиция просто вопила, что с ним что-то не так. «Проходите, молодой человек!» «Так, кто это тут у нас?» – посмотрел он в листок перед собой. «Кассиус Блайт!» «Интересно. Никогда не слышал о таком роде. Откуда вы?» «Я родился в Аргутусе», где стал брать ему напрямую, но и не говоря всей правды. «И в Аргутусе я не помню такого рода. Но неважно. Наша академия принимает любых магов вне зависимости от их происхождения, даже если они не хотят его раскрывать. Блайт так Блайт!» – ухмыльнулся он, решив, что разгадал меня. «Куда важнее сила!» «Вперед! Подойдите ближе к шару перед вами и подайте свою магию!» Стараясь не нервничать, я последовал его словам. Пара шагов, и я стою перед прозрачным шаром размером с мою голову. «Большой измеритель. Ранг уникальный. Три!» Немного нервничая, я положил руку на него и подал магию. Шар тускло засветился. Сейчас и решится, смогу я скрыть свою силу или нет. Не хотелось бы выдавать свой козырь и привлекать лишнее внимание. Но в то же время, если не получится, то сильно не огорчусь. Это будет лишь означать, что нужно переходить к плану Б. «Адепт! Неплохо, неплохо, молодой человек! У вас хороший потенциал! Я рад, что вы будете учиться в нашей академии!» Радостно улыбнулся старичок. «А теперь покажите вашу магию!» Не заставляя его ждать, я пропустил между ладонями несколько молний. «Черная?» С детским интересом в глазах подтянулся он ближе. «Интересно! Как же интересно! Никогда раньше такого не видел! Вам известны ее особенности?» Только то, что она немного сильнее обычной молнии, больше ничего не обнаружил. «Жаль, жаль, но, возможно, еще не настало нужное время. Иногда особенные силы просыпаются далеко не сразу. Так что не отчаивайтесь, молодой человек!» Ободрящий улыбнулся он. «Я бы очень хотел изучить эту новую магию, но не буду настаивать. Если вас это заинтересует, то можете обращаться в любое время». «Благодарю, господин!» «Ах, да! Я же забыл представиться! Ох уж эти манеры, всегда о них забываю!» Сполошился старичок. «Кристофер Винсдам!» «Благодарю за предложение! Я его учту!» Склонился я, впрочем, уже зная, что давать неизвестному человеку исследовать себя не дам. «Хм!» прокашлялся сидящий рядом мужчина, впервые подав голос. До этого оба лишь записывали на бумагу что-то и не мешали своему начальнику вести разговор. «Ах, да! И еще один вопрос напоследок! Все время приходится его задавать!» вздохнул старичок. «Обучаться будете на платной основе или бесплатно, но с отработкой. Знаете, я был бы не против второго варианта. Могу даже предложить весьма хорошие условия. Будете заниматься исследованиями...» «На платной!» Все же смог я сдержать свою жадность. «Так будет банально выгоднее. За время отработки я смогу заработать куда больше, чем потрачу сейчас. Магерь все же получает весьма немаленькие деньги. И чем выше ранг, тем больше оплата, а я собираюсь стать очень сильным магом». «Да, жаль, но да ладно, это ваше решение. Проходите дальше, там будет наш казначей. Оплатите ему. Ну и поздравляю вас с поступлением в магическую академию королевства Витред. С этого момента можете официально считать себя ее студентом». «Благодарю», — вновь поклонился я, не скрывая свою улыбку, и покинул помещение. «Да, все получилось так, как я и задумывал. Не знаю, помогло ли то, что подал в шар не слишком много магии или же подарок одного призрака, но это и не важно. Главное, я поступил. Очередной этап моего жизненного пути пройден, и с этого момента начнется моя студенческая жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова